Ола, амигос! И добро пожаловать, мой дорогой и благодарный зритель, в мир удивительных историй. И очередной день принес новые проблемы для кошелька России. Да, западные потолочно-ограничительные инициативы снова в действии. Совместная работа по снижению доходов была поддержана странами ОПЕК+. И звучит, конечно, непозитивно, но что делать, что делать. Бывает так, что и от вроде друзей прилетает. Саудовская Аравия, Эмираты, Ирак, Кювит, Алжир, да что там, даже Казахстан, решили снизить до конца года добычу нефти более чем на лям баррелей в сутки. Что приведет не только к снижению предложения, но и к росту цены с планируемой отметочкой в 100 бакенских забаченок. Так что теперь Россия и вовсе оказалась в печальном положении. И будут новаки и прочие привластные со слезами смотреть на потолок в 60, пока другие будут жижицу по рынку продавать. Шах и мат, в общем. А с учетом того, что Россия, несмотря на все свои обещания, продолжает поставлять нефть странам, поддержавшимся инициативы. Ситуевина и вовсе за шквар. И кто-то скажет, ну как бы да, поставляет. И действительно по ценам ниже согласованного потолка. Но там вроде страховые отчисления, плюс надбавка за фрах такая, что ценник с учетом сопутствующих расходов уже превышает цену этой самой бочки. А там плюс еще усушка, уварка, утряска. И тут не поспоришь, а еще там вроде через ранее неизведанные страны отправки идут. Хотя дешевле и не получается. Да какая разница? Потолки же работают. Неважно как и для кого. Главное, чтобы заголовок был офигенский. Ограничения на нефть повлияли на доходы России. Во. А что вкладывают в эти буковки, это совсем другая история. Ну и все это в довесок сокращение, ну а два ляма с октября прошлого года. Ну и Россия незначительную лепту в 500 тысяч внесла. За океаном, правда, уже высказались, что это неразумно и отвратительно на фоне неопределенностей разных. А как там, кстати, вот закончик поживает, что позволит карать страны ОПЕК в сборе? Если они цены неправильные ставить будут, м? В ЕС же пока никак не отреагировали. Ну, во-первых, там как бы все за зеленочку топят. А во-вторых, с учетом оттока и закрытия предприятий, и вообще до лампочки. Будет она стоить 10 или 210, честь не делать, все равно загадка. А что бы ни происходило кругом, сколько бы времени не сжрали хлопоты житейские, всегда можно выкрыть время для саморазвития. Книжечки какие почитать, хотя нафиг, лучше уж в игрульку какую погамать. Можно даже без локализации, на компе альпланшете, ну в какой-нибудь, где за донатики можно боксы всякие с плюшками неизвестными покупать. И как результат, деньги слил, время про... ну... скоротал. И вроде на душе отлегло. А есть другая альтернатива, и тоже с боксом, только бесплатным. Да и что внутри, тоже известно. Здесь собраны топовые материалы по изучению английского языка от школы Skyeng. Чек-листы популярных слов, подборки фильмов и книг по уровням, материалы по грамматике. И все для того, чтобы вы подтянули свой English. Почекали слабые места и зарядились мотивацией. Ведь что бы ни происходило в мире, знание языков это всегда круто. Планируете ли вы релокацию или только фильмы в оригинальной озвучке смотреть? А на фоне сегодняшних реалий, вторая тема более чем актуальна. И остановитесь ли вы на уровне Upper Intermediate, до которого вас прокачает этот бокс? А послужит он тем самым всеволшебным пенделем, дав импульс продолжать обучение? Это вопрос десятый. Но не стоит отказываться от возможности прокачать свои знания, если это предложение от школы Skyeng. Что уже 10 лет на рынке, и о которой уверен, вы слышали. А еще и бесплатно. У школы своя интерактивная платформа, из-за чего обучение больше напоминает увлекательное хобби. Все материалы, грамматические тренажеры, актуальный контент на английском. Все в одном месте, в вашем личном кабинете, в мобильном приложении или ноутбуке. Система прогресса и обратной связи поможет выстроить правильный трек обучения, чтобы не терять мотивацию. А опытные преподаватели подберут программу под ваши цели и интересы. Чтобы вы смогли прийти к реальному результату и смогли заговорить на английском, как на родном. Поэтому, если захотите потом продолжить обучение уже с преподавателем, то внутри бокса вас будет ждать промокод на три урока в подарок. Все материалы уже собраны и упакованы в бокс и ждут вас по ссылке в описании или QR-коду. А я уже рассказывал, как Евросоюз, тот, который глотку рвал, рассказывая, как вероломные те, которые не эти, хотят весь мир голодом уморить и зерно беднейшим странам зажимают, начал выдавать десятки миллионов евро своим фермерам. Так как зерна в ЕС столько, что девать его некуда. И местные урожаи собирающие продать его не могут ни за какие деньги. Но то было только начало. И, видимо, проникнувшись идеями в палатах восседающих, уже два крупнейших зернотрейдера покинули Россию. И инфоповод, ну, прям в духе эмбарк разных из запретов. Ну, али как с нефтью. Но, как обычно, ситуацию подгадил Блумберг. Говорит, братиши, уход крупнейших экспортеров из России. На фоне того, как вы со страха натарили зерна столько, что теперь ученые голову ломают. Как его наиболее технологично в корм для сверчков и прочих ползающих-летающих переделать, дабы их популяцию увеличить, ну и вместо муки использовать. Это, конечно, прекрасно. Мы вообще тут все за науку. Но а завтра-то что? А мы подскажем, точнее, вру, не подскажем. Мы на пальцах объясним, что вы сделали. Вы своими ручонками добровольно отдали России контроль над поставками по всему глобусу. Так как, ну, вы не поверите, но эти 2% мирового ВВП не только нефтегазовые монстры, но и крупнейшие поставщики зерна. И благодаря вашим очередным гениальным шагам, они, кроме жиж теперь и сыпучести, будут использовать в качестве инструментов геополитического влияния. А вдовесок получат больше контроля над своими поставками продовольствия и увеличат прибыль. А увеличенную прибыль оплатит кто? Ну, вот, ну вот, молодцы, ведь можете, когда хотите. Но еще раз 10 эту темку в голове прокрутите, а лучше вообще только об этом и думайте, чтобы у вас времени не оставалось, ну, может, не знаю, воздушные потоки с востоком неправильными признать. Ну да что мы все о повседневном и скучном. Давайте о больших достижениях в большом спорте. Ведь то, за что так долго боролись феминистки, наконец приобретает реальные очертания. Женский спорт развивается на неслыханных скоростях. Что не соревнования, то новые рекорды. И это отличный стимул для молодых спортсменок выбрать такую карьеру. А то мямлили, помню, все достижения достигнуты, все рекорды поставлены. А нет. Хотя золотое дно прочувствовали не только они, но и мальчонки, что с трудом квалификации проходили. А сейчас фигли, пару раз с туалетом ошибся, три раза в обидку сыграл, что именем не тем назвали. И добро пожаловать в большой спорт, раздевалки без писсуаров и подиумы. Ну а девчонки, ну ничего страшного, подвинутся. Или примут волевое решение дать дорогу, может и не молодым, но более достойным. Как и поступило, чемпионка повела спорту, после того, как ее трансы уделывать начали. Ибо спорт это про жизнь, а не про биологию и гендера. Даже в суде что-то доказывало о несправедливости в отборочных соревнованиях на мировые чемпионаты. Говорит, там даже средства гигиены стрельнуть не у кого было. Но завидует. И нет бы порадоваться за победителей, что ждут новые турниры с нетерпением. И в интервью слезу роняя рассказывают, как счастливы. Почувствовать себя супергероем, супергероиней. Ну, флешем, не меньше. Отличного дня. Пока.